Здравствуйте! Всем техническим службам филиала отключить аналоговые телевизионные передатчики. Принята. Начало цифровой эры. Карачао-Черкесия полностью перешла на цифровое телевещание. Отныне жителям региона абсолютно бесплатно доступны 20 федеральных телеканалов в формате высокой четкости. Подходите, граждане! Угодим каждому! Богатый ассортимент, отличное качество и доступные цены. Весенняя сельхоз-ярмарка собрала в Черкесске несколько тысяч продавцов и покупателей. Детей надо выявлять, которые талантливые, и надо их продвигать. Торжество классической литературы в век электронных медиа. В республиканской столице прошел отборочный тур всероссийского конкурса «Живая классикам». Сегодня в рамках рабочей встречи председатель правительства Карачао-Черкесии Аслан Озов проинформировал главу республики Рашида Темрезова о реализации мероприятий в рамках года села. Он отметил, что помимо адресной грантовой поддержки сельхозтоваропроизводителей, на уровне муниципалитетов уже начались работы по реконструкции и строительству ряда социальных и инфраструктурных объектов, запланированных на этот год. Было отмечено, что задачи в сфере улучшения качества жизни на селе тесно перекликаются с конкретными поручениями главы государства Владимира Путина, отраженными в нацпроектах. Рашид Темрезов поручил председателю правительства своевременно обеспечивать доведение мер господдержки до сельхозтоваропроизводителей, усилив при этом состав конкурсной комиссии и обеспечив эффективность выделенных средств. Также глава региона подчеркнул, что необходимо внимательно и четко соблюдать временные рамки и финансовое подкрепление из бюджета региона на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов. Контроль за качеством реализации будет отражен в мониторинге, который готовится правительством республики еженедельно. Начало цифровой эры. Сегодня Карачао-Черкесия полностью перешла на цифровое телевещание. Жители республики получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в новом формате, преимуществами которого являются высокое качество изображения и звука, устойчивость к помехам и отсутствие абонентской платы. Для обеспечения максимально безболезненного перехода на цифровое вещание организована работа региональной горячей линии, на которую жители Карачао-Черкесии могут обратиться с вопросами, связанными с переходом на цифру. Кроме того, по поручению главы республики было приобретено почти полторы тысячи цифровых приставок для малоимущих семей. Их установкой занимали специальные группы волонтеров. О том, как республика шагнула в цифровую телеэпоху, расскажет наш корреспондент Юлия Житная. Всем техническим службам филиала отключить аналоговые телевизионные передатчики. После этой команды в течение нескольких минут в Карачао-Черкесии были отключены все аналоговые передатчики. Именно с этого момента вся республика перешла на цифровое телевещание. Теперь картинка высокой четкости не мечта, а реальность. Каналы цифровые, качество хорошее, стереозвук. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что все-таки мы вещаем бесплатно. Не надо покупать договор. Все это транслируется для жителей. Сеть цифрового вещания Карачао-Черкесии позволяет обеспечить 99,8% территории республики современным цифровым сигналом. А это значит, что все без исключения жители региона с сегодняшнего дня будут смотреть цифровое ТВ высокой четкости. Готовность региона стопроцентная. Жители незащищенных слоев населения не обеспечены приставками полностью. Вне зоны охвата населенные пункты, которые готовы, были заключены соглашения с компанией МТС и с НТВ, просто для того, чтобы им предоставляли по льготным условиям спутниковое вещание. В принципе, весь регион на сегодняшний день закрыт на 100%. После отключения аналогового эфира на старых передатчиках будет крутиться 12-минутный информационный ролик, рассказывающий, где и как купить цифровые телевизионные приставки и антенны, как их подключить и настроить, а также номера телефонов, по которым можно обратиться за помощью. Были задействованы региональные органы исполнительной власти, были задействованы молодежь, которая готовилась, мы готовили волонтеров, которые именно оказывали непосредственную помощь и оказывают, и, я думаю, еще будут оказывать до тех пор, пока все жители, которые хотят перейти с аналога на цифру, они будут переведены. В один день вместе с Карачаева-Черкесией с аналога на цифру перешли еще 19 регионов России. Напомним, полное отключение аналогового телевещания в стране проходит в этом году в три этапа и окончательно завершится к 3 июня. 15 апреля 2019 года Карачаева-Черкесия шагнула в цифровую эпоху. Теперь жители республики смотрят 20 общедоступных федеральных каналов и слушают три радиопрограммы в высоком качестве и со стереозвуком. Юлия Житная, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24. Весенний призыв в армии уже в разгаре. Только Карачаева-Черкесия по плану должна отправить этой весной в ряды вооруженных сил более 500 новобранцев. Сегодня во Всероссийский день призывника Рашид Темрезов провел рабочую встречу с военкомом республики, в ходе которой Арсен Тимиров проинформировал главу, как проходит в регионе призывная кампания. Первая группа призывников отправится к месту несения службы уже 17 апреля. А больше всего новобранцев из нашей республики, порядка 200 человек, а будут служить в сухопутных войсках. Еще 130 парней пополнят воздушно-космические войска. Также военком доложил главе о результатах работы по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи, взаимодействию с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий в зонах локальных конфликтов. Призывник – это звучит гордо. В этом убедился мой коллега Каплан Барлаков, посетивший традиционную для Карачао-Черкесии акцию «День призывника», организованную военным комиссариатом республики. Дмитрий Колесников уже определился, в каких войсках хочет служить. Выбрать ВДВ его вдохновил пример Героя Советского Союза, первого командующего воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. Я отучился в 5-м лицее и в дальнейшую, так сказать, свою жизнь хочу продолжить службу в армии, в военно-воздушно-десантных войсках, потому что это престиж нашей армии. Сами мероприятия по случаю «Дня призывника» начались с приветственного слова от имени главы республики Рашида Темрезова. В году два раза стало уже традиционным провожатор наших вчерашних юношей, а сегодня уже защитников Отечества на службы в разные регионы нашей Великой Родины. Сегодня служить российской армии – это большая гордость и большая честь. У нас самые современные вооруженные силы во всем мире. По многолетней традиции День призывника проходит в Карачаево-Черкесии два раза в год и организуется военным комиссариатом республики и мэрией Черкеска. Защита Отечества, как известно, это священный долг и почтенная обязанность каждого мужчины. Этой весной служить в армию отправляется почти 500 молодых людей из всей республики и 109 из города Черкеска. Для вас начнется новая жизнь, но будьте уверены, служба пройдет только на пользу. Призыв граждан на воинскую службу начался в этом году с 1 апреля. А так как желающих служить сейчас даже больше, чем требуется, военкоматы ведут серьезный отбор. И только лучшие призывники будут представлять Карачаево-Черкесию в вооруженных силах России. 500 человек у нас. Норма заданий установлена генеральным штабом. Ребята будут проходить военную службу во всех родах и видах вооруженных сил. В основном они будут проходить в национальной гвардии, в сухопутных войсках, в воздушно-десантных войсках и в войсках МЧС. В принципе, к проведению призыва военный комиссариат и муниципальное образование готовы. Завершилось мероприятие, посвященное Дню призывника возложениям цветов на аллее воинской славы на Зеленом острове. Каплан Барлаков, Радемир Князев, Археюс 24. Нужна ли современным библиотекам и СМИ обратная связь с аудиторией? В Черкесске на базе информационно-просветительского центра президентской библиотеки имени Ельцина в режиме телемоста прошла межрегиональная форсайт-сессия медиапотребления век соцсетей. Ее участники обсудили способы продвижения информации в социальных медиа, перспективы интерактивных библиотек в России и новые методы привлечения аудитории в СМИ. За ходом дискуссии внимательно следила и наша съемочная группа. Форсайт-сессия, на которой обсудили вопросы развития библиотек и средств массовой информации, объединила более 10 российских регионов. Перемены в этой области происходят настолько стремительно, что тенденции еще пару лет назад, казавшиеся пионерскими, такие как цифровизация библиотек и редакции, использование гаджетов, работа с визуальными форматами, используя мультимедиа, сегодня уже могут считаться довольно старыми подходами. Один из важнейших вызовов сегодняшних дней, как продолжать работать и как делать так, чтобы наша информация была качественной, правдивой, вот в то время высочайших информационных скоростей, когда ценится оперативность. Новые тенденции заключаются в необходимости работать с аудиторией там, где она уже находится, например, в интернете, а точнее в социальных сетях. Именно стремительное развитие соцсетей, как в России, так и во всем мире, сделало эти перемены необходимыми. Зачастую сейчас читатели, жители нашей страны, они уходят из библиотек, они уходят из так называемых стандартных площадок для новостей, как привлечь обратно читателей, как увеличить свою аудиторию. Ну и, конечно же, контрмеры – это также идти в социальные сети. Говоря о библиотеке, мы обычно подразумеваем хранилище прежде всего текстов. Между тем, в современном мире накапливается все больше мультимедийной информации, изображений, аудио и видео. Логично предположить, что региональные библиотеки в будущем будут осваивать и эти форматы, с которыми уже работает президентская библиотека. Библиотека может значительно расширить территорию своих читателей, используя возможности интернет-пространства. Уход из СМИ и библиотек в социальные сети. Наши аккаунты должны отвечать запросу этой аудитории и быть уже не столько источником какой-либо информации, сколько таким собеседником для нашей аудитории. Они должны предоставлять им площадку для обмена мнением и в то же время какое-то мнение подавать. В этом году президентская библиотека отмечает свой 10-летний юбилей. В честь этого в Черкесске у памятника Сергею Есенину член общественной палаты России, известный журналист Александр Малькевич и директор северокавказского филиала Ранг Хиггс Азамат Лисов запустили флешмоб, зачитав строки знаменитого стихотворения поэта. «Если крикнет Радь Святая, кинь ты, Русь, живи в раю!» На абазинском языке произнес представитель Республики Карачаева-Черкесия в Общественной палате России Азамат Лисов. Теперь к этому флешмобу может присоединиться любой желающий, чтобы таким оригинальным образом поздравить с юбилеем президентскую библиотеку на любом языке народов нашей многонациональной страны. Ренат Ибрагимов, Радомир Князев, Архыз, 24. На любой вкус цвет и кошелек. В минувшие выходные в Черкесске прошла большая весенняя сельхоз-ярмарка, в которой приняли участие порядка 200 товаропроизводителей не только из Карачаева-Черкесии, но и соседних регионов. Кроме богатого ассортимента, они порадовали своих многочисленных покупателей низкими ценами. Наша сумочная группа также отправилась на ярмарку. «Подходите, граждане! Угодим каждому! Подходи, число народ! Гости ярмарка зовет!» Картофель, сахар, мясо, фрукты. На республиканскую ярмарку фермеры по традиции везут только самые свежие и натуральные продукты. Соня Идиева уже второй раз принимает в ярмарке участие. И, как и прежде, ее домашний сыр, масло и творог пользуются у покупателей повышенным спросом. «Продукт домашний, натуральный, чистенький. Любой вкус есть, кто какой хочет. Домашний сыр делается из коровьего молока. Можно его и творог сделать, масло тоже со сметаны взбиваем. Но все домашнее, с села привозим». Арсен Чигаров из Карачаевского района привез на ярмарку мясо. И любой покупатель мог приобрести его тут по привлекательной цене. «Мясо из Карачаевского района посетится в горных местностях. По вкусу получается самое лучшее. Ярмарка хороша тем, что людей, самое главное, покупателей много для нас. В первую очередь вот этим она хороша». На торговых прилавках изобилие продуктов. Тут и кондитерские изделия, свежие овощи, мед, крупы, зерно, копченая рыба, посадочный материал, сельхозинвентарь и изделия мастеров народного творчества. Словом, тут каждый мог найти себе товар по душе. «Ярмарка хорошая, все есть, все, что необходимо. Но то, что нам нужна была, малина, ремонтантная малина, я ее очень люблю. Купили 10 кустов, надеюсь, что будет хороший урожай. А еще смотрим картофель, ищем тот сорт, который нам нужен». «Цены сносные, можно купить все. То, что я хотела, я все купила. Это рассаду, это продукты, все можно взять. Неплохая ярмарка, хорошая. Я думаю, неплохая ярмарка. Можно приобрести все. Все, что людям надо, они все могут приобрести здесь». Яблони, вишня, груша, абрикос, слива. Как всегда весной, большим спросом на ярмарки пользовались плодовые саженцы. Причем садоводы могли не только затариться всем необходимым для посадок, но и получить совет квалифицированного специалиста. «Приобрела саженцу, я давно хотела посадить у дочки. Ярмарка очень хорошая, я осенью тоже покупала саженцы. И вот сейчас я пришла специально, пусть будут почаще такие ярмарки, чтобы каждые городские жители могли купить все, что им по душе». «Здесь цена, во-первых, ниже, чем на рынке, и люди берут побольше деревья. Ну и для людей же полезно, и для нас нормально. Все взаимно. Для людей, все стараемся для людей». Подобные ярмарки проводятся в республиканской столице по поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. И главной их целью является предоставление жителям региона возможности приобрести продовольственные и иные товары по ценам ниже рыночных. «Мы, как правительство, как Министерство сельского хозяйства Карачаев-Черкесии, учитывая, что мы этим же нашим селянам оказываем меры государственной поддержки, мы, соответственно, с ними вместе проводим необходимую работу, потому чтобы эти цены были доступны для социально незащищенных слоев населения. И эта ярмарка позволяет многим нашим жителям просто простыми словами затариться, так сказать, на некоторое время необходимой продукцией». И, конечно, на ярмарку в Черкесск съехали сельхозтоваропроизводители из соседних регионов – Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев, Дагестана и Адыгее. Для фермеров это прекрасная возможность не только продать свой товар, но и пообщаться с коллегами. «Наша продукция молочная. Делаем мы все из цельного натурального молока. Мы не используем сухие добавки, мы не используем растительные жиры. Мы работаем только на натуральном. Сыры у нас, естественно, высокого качества. Мы работаем для людей, чтобы люди были довольны, чтобы люди к нам возвращались». «Спрос есть, люди интересуются. Мы стараемся возродить старые традиции, как лома, ручные такие поделки. Интересуются людям». С раннего утра жители и гости Черкеска запасались на ярмарки луком, картофелем, капустой, помидорами и морковью, а также медом и грибами. В общем, каждый покупатель остался тут доволен. «Атмосфера очень доброжелательная. Люди, продавцы нормально, завлекают всех. Говорят, идите, давайте покупать. А мы, я постоянно прихожу, ну, я в одном районе беру мед, а в другом – рыбу. Ну, мед хороший здесь продают, и продавцы отличные». «Я пришла с мамой и папой. Мне очень понравилась эта ярмарка, она яркая, тут много всего есть». «Хорошая ярмарка, приобрела много чего. Сыр купила хороший, мясо купила, рыбу купила свежую, вот зелень приобрела». «А цены как вам?» «Нормальные, нормальные цены, очень даже хорошие, сойдут». И, конечно же, в лучших традициях республиканских ярмарок на протяжении всего мероприятия царила праздничная атмосфера. А лучшие творческие коллективы республики радовали гостей и жителей Черкеска своими номерами. «Ветерный, ветерный, ветерный, ветер качает сильнее». Юлия Житна, Мурат Койчев, Архыз, 24. Апрель – время первых субботников. Но чтобы навести порядок у себя в селе или городе, вовсе не обязательно ждать, пока он будет объявлен властями муниципалитета. Например, жители двух домов в Черкесске по улице Лободина по своей инициативе устроили в своих дворах масштабный субботник. Они уже не первый год заботятся, чтобы их двор не просто отличался красотой и опрятностью, но и бодрами. Был приятным местом отдыха как для детей, так и взрослых. Поэтому субботники для них – не редкость. На календаре весна. Во многих дворах распускаются первые цветы, пробивается свежая зелень. Поэтому мусор и прошлогодний листвей здесь не место. В каждом подъезде дома в 61 по улице Лободина есть активисты, которые беспокоятся за порядок во дворе. Среди них и Колодя Шаповалова, которая вооружилась лопатой и граблями, подает пример всему дому. Надоела грязь. Конечно, у нас около подъезда убирают, но этого мало. Мы недавно за гаражами убирали, а сегодня ходим, заросли, и все бросают. Обращаемся к людям, что не бросайте, говорите детям, чтобы не бросали. Мусорка рядом. Нет, все равно бросают. Листья нападают, оно годами скапливается. Уберем, уберем. Опять. В общем, решили, клич кинули, или как сказать, и решили выйти убрать. Солнечная погода только добавила бодрости. Активисты разделились на команды по несколько человек. Сгребают мусор и листву, забирают мешки, расчищают дорогу и подметают тротуары. Мы хотим сегодня, во-первых, убрать мусор, хотим побелить деревья, бордюры, посадить ветки, которые нам предоставила мэрия и управляющая компания. Ну, немножко благоустроить территорию нашего двора. Поддержала жильцов и мэрия города Черкеска, выделив для озеленения дворов несколько десятков саженцев. Котальпа у нас тоже, у нас на Демиденко мы сажали. Уже увидели, посмотрели, как это дерево растет. Очень красивые, большие красивые листья. Нет каких-то сорных от него моментов. То есть, достаточно такие интересные деревья. Ну, и основные у нас, это в основном ясень, она очень красивая. Дерево, оно не падает, у него листья, ну, листья, вернее, падают, ветки не падают. Дубы красивые завезли, ну, как бы, это новшество такое у нас в городе. Клены. Все и взрослые дети трудятся с большим душевным подъемом, так как понимают важность мероприятия. Не только для своего двора, но и любимого города. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Именно к этому призывают и активисты. Я призываю всех жильцов, ну, зачем нам жить в грязи? Ну, грязь, ну, грязь везде, кругом. И так ссорятся все, ветки, не успевают убирать дворовые рабочие. Ну, не успевают. Ну, можно же хоть раз там весной, раз осенью выйти и брать. Можно. Это не трудно. Вот, посмотрите, подключились у нас даже маленькие дети и носят, и все нормально. Чем больше людей сами организуют и примут участие в субботнике, тем выше вероятность, что столица республики станет чище и уютней. Ренат Ибрагимов, Назир Капушев, Архиз 24. В Черкесске прошел республиканский этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». А в него вышли 37 участников, представляющих все районы Карачао-Черкесии. Из них жюри, выслушав выступление финалистов, отобрали трех школьников, которые продолжат участие во всероссийском этапе конкурса в Артеке. Аня Тадышейкова с подробностями. А что, если вы стоите с собакой? Охотничьи. Охотничьи? Ну, точно, точно. Именно охотничьи. Я немедленно начну охотиться. Спасибо за подсказки. Школьник из села Привольное Курман-Биджиев с первых же секунд выступления покорил сердца зрителей и членов жюри. Для республиканского этапа конкурса юных чтецов Курман выбрал произведение Натальи Абрамцевой «А я кто?». Выбрать текст для выступления ему помог учитель по литературе. И веселая сказка сразу пришлась к Курману по душе. Так что читал он ее с толком и расстановкой. Судя в этом произведении в том, что надо никуда, никому не спрашивать кто-то, просто найти свое место. Все как-нибудь потихонечку ложится. Для меня важно выиграть, для того, чтобы представить свой регион в Артеке, в Москве, везде. Членам жюри предстояло выбрать лучших чтецов из 37 участников изо всех районов республики. Критерии оценки – дикция, выбор произведения, грамотная речь и расстановка логических ударений. Мы будем обращать внимание, прежде всего, на профессионализм, на выбор произведения, на то, как этот ребенок действует в этом произведении. Это очень важно, потому что детей надо выявлять, которые талантливые, и надо их продвигать. Я думаю, это очень хорошо и для республики, и вообще для всего, для всей нашей страны. Другой участник конкурса, Малик Куряй, из Усть-Жигуты выступил не менее достойно. Для своего выступления он выбрал произведение Виктора Драгунского «Ничего изменить нельзя». Сам он очень любит читать, особенно классическую литературу, и к участию в конкурсе хорошо подготовился и ничуть не волновался. Я очень люблю литературу, увлекаюсь ей, постоянно получаю по ней пять. Почему для тебя важно победить? Ну, я давно уже мечтаю в Артек поехать, побывать в Москве. Ну, Артек – это жилагерь, знаменитый Крым. Напомним, всероссийский конкурс «Живая классика» – уникальный проект, главная цель которого – популяризация чтения среди школьников пятых-одиннадцатых классов. Победителями регионального этапа стали Ансар Агузов из села Красный Восток, Малико Маминхан из села Джага и Алан Декушев из Черкеска. Эти ребята отправятся на всероссийский финал, который будет проходить с 1 по 20 мая в Международном детском центре Артек. Анета Дышекова, Назир Капушев, Архыз-24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаемся новости Республики на сайте Республиканского информационного агентства «Карачао-Черкесия» и на нашем канале Архыз-24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова